Всем привет! С вами Антон Уступалов и Ирина Уделова и передача «Я люблю психологию». И тема встречи «Как стать супергероем». Поговорим о том, как стать примером для других людей. Эта тема настолько глубоко меня поразила, когда мы первый раз её с Антоном обсуждали, он мне её рассказал. Она настолько глубоко меня затронула, я считаю, это просто нужно знать каждому. Что вообще путь героя — это не что-то такое далёкое, то, что в мифологии, то, что мы в кино смотрим. А это касается буквально каждой судьбы и каждой личности. И впервые о пути героя написал Джозеф Кэмпбелл, и сегодня мы как раз этим поделимся с вами. Это будет конкретно пять шагов, которые каждый человек проходит в своей жизни. Знает он об этом или не знает, отказывается он от этого или не отказывается. Это необыкновенно важно знать, потому что это то, что притягивает наше внимание как магнит. Мы для этого с вами ходим в кино, мы для этого с вами читаем книги, мы для этого с вами общаемся друг с другом. Только для того, чтобы узнать, а какой путь у этого человека, а какой путь я бы мог пройти. Потому что мы всё прикладываем к себе, к своему сердцу. И в любом пути всегда встречаются пять ключевых шагов. Первый шаг — это вызов. Да, и как можно понять, что сейчас у вас первый шаг — это вызов? Это те неизмеримые, незаканчивающиеся возможности, которые вы видите вокруг себя, которые вас волнуют, которые откликаются в вашем сердце. Может быть, это конкретное предложение от начальства, повышение по карьере. Может быть, это наше предложение записаться в школу консультантов. Может быть, это какая-то поездка. То есть, это безумное разнообразие того, что нам предлагает жизнь. Или незаканчивающиеся проблемы, с которыми вы не знаете, как наконец расправиться. Да, это ключевой момент. Вы не знаете, как вы с этим справитесь. Почему это вызов? Потому что на данный момент, когда вы видите его, у вас нет внутренней уверенности, что вы это сделаете легко и с этим справитесь. Второй шаг — это непредвиденные сложности. Когда вы принимаете на себя вызов, то вы всегда сталкиваетесь с теми сложностями, которые заранее вы не могли предвидеть. Хотя, наверное, многие из вас очень любят всё предвидеть, просчитать, подготовиться, предугадать, почувствовать, опираться на свой прошлый опыт. Второй шаг — он действительно всегда нам готовит что-то новенькое, что-то неожиданное, то, чего мы ещё не делали. И это всегда внутри такая растерянность некоторая. А как это сделать? Мы сталкиваемся с вопросами нового, более высокого уровня. И таким образом у нас появляется необходимость помощи со стороны. И третий шаг — это помощь мудреца. Помощь мудреца звучит классно. Это либо помощь конкретного человека, наставника, учителя. Может быть, просто какие-то слова вашего близкого человека. Может быть, это какая-то мудрость, подчёркнутая откуда-то извне. Но это всегда такая, знаете, как поддержка Вселенной. Когда вы очень открыты, когда вы в некотором таком напряжении, тонусе, как справиться с этими трудностями, с этим вызовом. И у вас открываются внутренние ресурсы, которые раньше были закупорены, они и не нужны были. И вы ими даже и не пользовались. В этот момент вы, можно сказать, как пустой стакан. Всё, что было. Прежний опыт, прежние переживания, какие-то знания, какая-то уверенность. Это всё может вылиться, испариться, и вы становитесь пустым для того, чтобы наполниться чем-то новым. И благодаря помощи мудреца мы с вами переходим к четвёртому шагу. Это, собственно, преодоление сложностей. Здесь сочетаются наши новые какие-то знания, умения, навыки, взгляды. Это то новое, что выработало, что сотворило наша Личность благодаря вот этим сложностям. И то новое, что пришло благодаря помощи извне, той мудрости, которую мы почерпнули из Вселенной, от другого человека, ещё откуда-то, это сочетается в нас, и мы справляемся непостижимым для нас образом с тем, чтобы казалось нам очень сложным. На этом этапе мы находим как раз-таки решение своих вопросов, находим путь к нашей цели и, соответственно, его проходим. И во время этого пути как раз с нами происходит личная трансформация. Это уже пятый шаг. Это личная трансформация. Пятый шаг — это то, что вас кардинально меняет изнутри. Это то, каким вы становитесь новым. Это та спираль, по которой мы развиваемся, всё что угодно. Но это необратимые последствия для вашей Души, для вашей Личности. Это такое, знаете, как обновление. Вы как будто на мир смотрите новыми глазами, и вы можете в этот мир привнести что-то совершенно новое, уникальное, только что рождённое внутри вашей Личности. И что получается? Смотрите, вы постоянно, очень часто в своей жизни выбираете либо путь героя — это те непреодолимые новые сложности, это непонятно, как решить эту задачу. И справляетесь, и постоянно растёте, развиваетесь, становитесь примером для других. И вы неудержимо будете воодушевлять других на этот путь. Или второй путь — путь неудачника, путь того, кто всё время отказывается, боится, тихорится, просчитывает сам с собой что-то, да? И тогда этот путь тоже будет для вас привычным, очень лёгким, и вы будете постоянно на него соскальзывать. И другим будете говорить, да ты чё, да у тебя не получится. Я думаю, очень много людей вокруг вас выбирают и такой путь тоже. Здесь очень важно обратить внимание на то, какую вы мысль у себя и какие действия в своём поведении вы закрепляете. То есть на что вы употребляете свои силы, да, то вы и закрепляете. Либо мысль, что я справлюсь, не знаю как, но это у меня точно получится. Это та модель, которая вас точно приведёт к вашей мечте, к вашим огромным целям. Вы принимаете вызов и действуете в соответствии с той целью, которая перед вами стоит. И двигаетесь вперёд. Да, и чем дальше, тем веселее это происходит. То есть действительно, вот путь героя, он не усеян розами, но вы начинаете воспринимать жизнь как приключение. А ещё вызов, а что ещё нового я узнаю? И у вас всё больше внутри вырабатывается уверенности, игривости, задора, энергии жить. И вот для меня очень важно, что вы воодушевляете этим других, что вы в этот мир привносите очень ценное качество, что можно трансформировать вокруг себя то, что вам не очень нравится, да, что вы постоянно можете быть в развитии и воодушевляя других. Мы с вами, например, смотрим какие-то фильмы, сериалы, всё что угодно, да, театральные постановки, и видим, как героями часто становится вынужденно, вынужденно, как будто жизнь заставила. И, наверное, и у вас такое чувство есть, да, что вот жизнь заставила там, например, разрушенные отношения, мне пришлось заняться отношениями, или потеря бизнеса, и мне пришлось новую выстраивать. И это совершенно не случайно происходит. Жизнь нас в этот момент, когда мы задерживаемся на своём уровне развития, она нас подталкивает к тому, чтобы мы росли. Она нам намекает, что ты уже достаточно побывал на этом уровне, тебе пора идти на уровень выше. И вы можете таких примеров в своей жизни увидеть очень много. Вынужденность уходит тогда, когда мы соглашаемся с этим путём героя, да, что мы, когда его проходим много раз в своей жизни и начинаем, как учимся, радоваться ему. И на самом деле мы часто с Антоном говорим о том, что проблема — это не проблема, это просто новые вопросы нового уровня, которые нас взращивают, которые нас подталкивают к развитию. И многие из вас наверняка слышали, что невозможно войти два раза в одну и ту же воду. То есть мы с вами неумолимо трансформируемся, да. Вот этот пятый шаг, когда мы либо растём, либо мы застреваем, деградируем, сдаёмся и начинаем транслировать вокруг себя нежелание жить, депрессию, разочарование. Говорим, нет, ничего не удаётся. Это то, когда мы не принимаем вызовы судьбы, это когда мы не принимаем возможности для своего роста и развития. И вы видели, что не случайно третий шаг — это мудрость и помощь Вселенной извне, наставника, мудреца. Вот это необыкновенно важно знать. Это присутствует всегда, когда мы готовы принять вызов судьбы. И посмотрите сейчас по-новому на все мифы, на все истории, на все фильмы, которые нам рассказывают и показывают прямо сейчас. Большинство из них о том, как обычные люди принимают вызовы и проходят свою личную трансформацию. Да, не только люди, но и какие-то волшебные существа, да, сказки тоже об этом. И, наверное, многие из вас смотрели фильм «Хоббит», с чего началось его приключение и к чему он пришёл, и каким он вернулся уже в своё Средиземье. Совершенно другим, внутри более глубоким, более мудрым, обогащённым тем, что с ним произошло. И наша задача, как каждого человека, заключается в том, чтобы принимать вызовы, находить решения, расти и делиться своим опытом с другими. Это именно то, что неумолимо притягивает нас, да, это то, о чём мы общаемся, смотрим фильмы, опять об этом же, да, это то, что нас очень глубоко из нашей души и сердца притягивает. Это очень важно. И сейчас внизу напишите в комментариях, какой сейчас вы видите в жизни вызов, с чем вы хотите справиться, да, и в чём вы хотите стать примером для других людей. Будьте вдохновлёнными и до встречи на следующей неделе. И ставьте лайк внизу в комментариях, напишите свои идеи и мысли по поводу данного выпуска передачи, что вам было полезно, что вам понравилось. Подписывайтесь на обновления, расскажите о передаче друзьям. И до встречи на следующей неделе.